Анна Кирьянова Я расскажу вам о своей любимой книге, и честно скажу, сделать выбор в пользу любимой книги было не очень легко, потому что любимых книг много. Но 18 января этого года я познакомилась с одной книгой, в которую сразу влюбилась, и которой захотела рассказать всем. Что это за книга? Я начну с автора. Автор книги Анны Кирьянова, практикующий психолог, живущий в Екатеринбурге. Она телеведущая, блогер, автор прозы и стихов. Но пусть вас не пугает профессия автора. Это не монотруды Зигмунда Фрейда. Это замечательная история. История о нас с вами. О современности, о прошлом, о любви, о ненависти, о дружбе, о предательстве. Наверное, обо всем о том, что волнует нас с вами. Чем меня привлекла эта книга? Она очень искренная. Она сразу вызывает доверие, безоговорочное доверие. То, о чем пишет автор, наверное, будет близко каждому, потому что каждый в этой книге найдет что-то о себе, о своей жизненной ситуации, о прошлой или о будущей. И я хочу сказать, что читать ее очень легко, потому что книга состоит из небольших, ну, можно назвать их эссе или рассказы. Самые короткие из них на полстраниц, самые длинные на полторы. Прочтя эту книгу, вы узнаете историю жизни Мирты, девочки из XIX века, которая родилась с четырьмя ногами, и о том, как дальше сложилась ее судьба. Вы узнаете о судьбе королевы Виктории, как становилась ее личность, и что помогло ей стать королевой. Вы узнаете о том, почему был несчастливый брак у Льва Толстого, и, наоборот, почему был счастливым брак у Канадойля. Еще вы узнаете много интересных историй. И, например, такую, как детство Михаила Юрьевича Лермонтова, грустная история отношений его родителей, которая сказалась на всей его судьбе и на его творчестве. Еще что можно сказать, что книга, ее можно читать на ночь, небольшой порцией, один-два рассказа. И дальше вы засыпаетесь с замечательным, чудесным настроением, потому что, на удивление, после прочтения книги в вас вселяется энергия, позитив. То есть, читая книгу, вы заряжаетесь вот этим позитивным настроем, что немаловажно. Возраст читателей. Ну, я бы сказала, что здесь нет ограничений, как обычно пишут в фильмах, там, например, 18+. Я бы ограничила возраст читателей, скажем так, их некой жизненной опытностью. Потому что, ну, ребенку было бы, наверное, тоже можно читать, но ему будет неинтересно. То есть, интересно тому, у кого уже есть какая-то жизненная история. Я думаю, что это можно читать, наверное, возраста с 15-16 лет, когда только начинаешь строить жизнь. Но интереснее всего читать тем, конечно, кто уже столкнулся с теми проблемами и, собственно говоря, с теми переживаниями, которые описываются в книге. Мне бы хотелось прочесть рассказ, который мне наиболее понравился. Называется он «Самая добрая история». «Самую добрую историю» за последнее время рассказала прекрасная женщина. Она у меня в друзьях. Она подобрала совершенно глухую собачку и взяла ту. А вечером поздно. Женщина иногда ходит к холодильнику, чтобы нарушить режим и съесть что-нибудь. Котик и другая собачка отлично понимают, куда хозяйка идет. И моментально бегут за ней, чтобы тоже немножко закусить. Это нарушение режима, но вкусно. А глухая собачка не слышит, что все пошли к холодильнику. Она спит и храпит. И ее специально будят. Вот. Чтобы она тоже съела кусочек. Вот это я понимаю. Будить глухую собачку ночью, чтобы ей не было обидно. Хотя она ведь не узнает. Но это не важно. Это очень добрая история про то, как будят глухую собачку, когда ночью идут к холодильнику. И тоже дают кусочек. Я рекомендую вам автора Анну Кирьянову и ее книги. Любая из них доставит вам удовольствие. И я надеюсь, что поможет вам построить свое маленькое личное счастье.